Обшарпанные стены, ржавые трубы и полчища тараканов. Условия, в которых еще два года назад приходилось лечиться пациентам инфекционного отделения центральной городской больницы, просто не выдерживали никакой критики. Люди, которые попадали на больничные койки, старались как можно скорее сбежать домой. Долгие годы бейчане и жители 14 районов писали письма с просьбами обратить внимание на медицинское учреждение. И в 2017 году Краевым министерством здравоохранения было принято решение о начале ремонтных работ. В сентябре медики освободили инфекционное отделение и на объект зашли подрядчики. Согласно контракта, за три месяца капитально отремонтировали второй и третий этажи. После в Министерстве здравоохранения изыскали средства, чтобы отремонтировать здание полностью, сделать первый этаж, кровлю, отмостки, подвальное помещение. Сейчас капитальный ремонт, который ведется в рамках краевой адресной инвестиционной программы, вышел на завершающую стадию. Работы идут достаточно динамично. На данный момент выполнено порядка 80% всех запланированных работ. Региональному бюджету капитальный ремонт инфекционного отделения центральной городской больницы обошелся почти в 65 миллионов рублей. По контракту полностью сдать объект строительная организация должна к середине апреля. Ход ремонта находится на контроле депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Сегодня Александр Сергеевич лично приехал в отделение, чтобы посмотреть, насколько здесь все изменилось. Люди по поводу инфекционного отделения давно задают вопросы. Мне как депутату поступало достаточно много обращений. И я рад тому, что сегодня эта ситуация в корне меняется. То, что ремонт подходит к своему логическому завершению, я думаю, что с теми сроками, которые сегодня поставлены, будет все в порядке. В здании, где никогда не было ремонта, полностью заменили инженерные коммуникации. Прокинули новую проводку. Еще предстоит установить новый лифт. Что касается первого этажа, то совсем скоро строители приступят к покраске стен. Цветовую гамму обсуждали с медперсоналом. Врачи утверждают, что яркие палаты помогут маленьким пациентам скорее пойти на поправку. А чтобы дети не заскучали, стены будут украшены героями мультипликационных фильмов. Надеюсь, что мы скоро вернемся в это учреждение, которое у нас родное, у нас весь персонал уже ждет, не дождется, когда мы наконец-то в свой родной дом заедем. Скоро все будут здесь наблюдать, насколько красиво, насколько комфортно и уютно стало. Несмотря на то, что работы завершатся через полтора месяца, принимать пациентов здесь еще не будут. Нужно установить пожарно-охранную сигнализацию. Плюс решить вопрос дооснащения медучреждения оборудованием и новой мебелью. Что касается последнего, то заявка уже составлена и направлена в Министерство здравоохранения. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей.